привет всем вы на канале млассе и добро пожаловать новый выпуск сегодня начинаю особый долгожданный влог потому что мы наконец-то летим в отпуск не знают года четыре наверное мы уже не отдыхали вдвоем вся эта история с пандемии потом саду детки болели плюс у нас идет сейчас ремонт во всю внутренняя отделка дома уже поэтому как-то было все не до путешествия но наконец-то мы выкроили время и завтра мы вылетаем в грецию на самом деле в отпуск мы хотели поехать еще где-то в августе сентябре но как выяснилось у нас закончились загранпаспорта и пришлось подавать на них и в москве очень большая очередь запись была занята на месяц вперед и поэтому у нас все сдвинули ты решили рискнуть сейчас поехать погоду обещали такую бархатный сезон мы решили все-таки лететь потому что мы выбирали из тех стран что сейчас открыты и греция нам как-то как вариант больше всего подходит почему именно греция потому что мы уже отдыхали в греции по моему в четырнадцатом году только на родосе и погода нас очень даже устроила нету этой изнуряющей противной жары когда невозможно ездить по экскурсиям и можно было загорать а вечером можно было накинуть какую-нибудь кофточку пиджак на ужин сходить мне такая погода как-то больше понравилась чем когда в европейской части мы отдыхали в июле хорватии черногории там было ужасно жарко поэтому не раздумывая решили ехать в грецию потому что я в принципе не гналась за жарой еще как вариант мы рассматривали мальдивы сейшелы но лететь туда если честно не очень хочется слишком долго путевки мы приобретали как-то в последний момент я очень переживала что не успеют сделать визу и что мы не улетим но в итоге вчера мы забрали документы с визами и нам дали визы на целых три года летим мы на остров крит прошлый раз мы отдыхали на родосе нам там очень очень понравилось очень хороший отель у нас был есть что посмотреть по острову на машине покатались но мы не любим все время ездить в одно и то же место поэтому мы решили на крит поехать плюс мы выбирали еще хороший отель чтобы в номере был свой бассейн еще у нас будет выход на море надеюсь отель нас не разочарует я сегодня одета вот так по домашнему все от zara кардиган боди джинсы колье моя любимая ван клифф еще если вы заметили я решила сменить тон волос перед поездкой так как едем на море захотела вернуться в светлый тон и я нашла нового колориста через свою подругу и у нее просто золотые руки результат мне очень и очень нравится у меня еще волосы выгорают немного на солнце поэтому они станут еще светлее во время отпуска завтра у нас вылет сегодня мне нужно погладить все вещи что мы берем с собой собрать чемоданы все необходимое собрать ничего не забыть еще мне нужно на маникюр успеть съездить поэтому оставайтесь со делать дело сделать небольшой перерыв от сборов и немножко погулять потому что у нас сегодня вот такая замечательная солнечная погода кстати у нас осень играет всеми красками все желтеет листья осыпаются прилетим с отпуска будем собирать какое солнышко ярко сегодня облака немного понабежали поэтому сейчас может стать пасмурно у меня здесь два чемодана и я сейчас буду их собирать надеюсь их хватит для одежды которая решила взять с собой и не придется везти еще третий чемодан лежат ждут наши паспорта с готовыми визами все брони авиабилеты мы обычно путешествовали сами то есть бронировали все в интернете страховка билеты отель искали потому что обычно у нас всегда стояла длинная виза и шенгенская американская но так как мы давно никуда не летали у нас и виза естественно закончились и в этот раз мы не захотели как-то сильно заморачиваться с поиском мы только нашли отель на сайте туроператора и уже туроператор нам бронировал все мы только ездили сдавали отпечатки в посольство кстати туроператор наш туи ура я погладила всю одежду для отпуска успела съездить на ногти пока ездила на улице совсем потемнело сейчас буду собирать чемодан ну что поехали обувь которая не поместилась кстати обувь я всегда складываю чехольчиках потому что ну как-то неприятно знаете походишь по улице а потом все это в вещи кладешь обратно вязаные подошли я всегда протираю но все равно в чехла кладу еще чтобы каблук не прорвал ткань доброе утро сегодня день вылета мы уже проснулись собрались опаздываем на 15 минут уже вот наш багаж в итоге пришлось брать три чемодана все таки очень очень хочется спать долго собирали вещи оказалось что чего-то не хватает в итоге только в два часа легли спать я маску надела а вот весь наш багаж может злиться что слишком много чемоданов мы сдали багаж зарегистрировались на рейс и зашли в кафешку ждем посадку на самолет я себе взяла омлет что такое тост с авокадо и креветку латэ фисташковый а у тебя что яйцо пашот фаржа и авокадо лосось да с хлебушком приятного нам аппетита мы в самолете наконец-то скоро будем взлетать на аэропорту города ироклеон на крите греция сейчас будем искать трассе ну а теперь можно отправляться в отель мы приехали в отель посмотрите какая здесь красота у нас пятизвездочный отель я потом вам подробнее расскажу сейчас нужно номер это лобби отеля здесь очень красиво и уютно мы уже заполнили анкету ждем когда нас отведут в наш номер мы сейчас поедем на гольфкаре в наш садимся давно я на гольфкарах не каталась территория отеля очень круто вот мы наконец-то и в номере сейчас переодемся и пойдем на ужин мы очень голодные уставшие поэтому хочу просто отдохнуть а более подробный рум-тур я уже начну снимать завтра или послезавтра мы обязательно все вам покажу и подробно расскажу доброе утро мы вчера поужинали отдохнули выспались как следует я уже собралась сейчас мы пойдем на завтрак и 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 Мы взяли себе завтрак, я решила взять панкейки с медом круассан, сыр с холодным немножко, фрукты, которые я обычно дома ела. У тебя что, омлет? Омлет с начинкой, которую муж сам выбрал. Там еще много чего-то. Ждем, когда нам чай и кофе принесут. Вот такой вид с веранды открывается на пляже. Сегодня ветрен, а завтра ждем в солнечном погоде. Ура! Кофе мой принесли. Я латэ с молоком люблю, а вы? Пишите в комментариях. Мы зашли в супермаркет Спар, нашли 700 метров от отеля, чтобы купить водичку, сок. То, что мы очень сильно любим и в отеле нет. Смотрите, нашла какие игрушки. Влада бы с ума сошла от счастья. У супермаркет, в принципе, большой. Все здесь необходимое есть. Даже чемоданы, игрушек немного, кепки. У меня муж собирает бейсболки из путешествий. Вот, приехал в такой из Черногории, хочет купить вот такую с надписью Крит. Я магнитики собираю, а муж уже сто лет собирает эти кепочки. Маслины и оливки здесь можно купить. Они тоже в Греции очень вкусные, как и на Кипре. Рыба, колбасная отдела. Сыры на развес. Сыр у них очень вкусный, вот этот вот. Мы уже в кафе попробовали. В отеле. Мясное отдела. Вон там вдалеке молочная продукция. Фрукты. Сладости. Мороженое. Выбор небольшой. Ну, можно что-нибудь найти для себя. Если, допустим, вы не в отеле, а рядуете вилу, то вам супермаркет, конечно, жизненно необходим. Хлебцы диетические. Яйца их местные. Бакалейный отдел. Эта водичка, нам сказали, очень вкусная и полезная у них. Зараз. Хлопья для завтрака. В общем, голодными не останетесь, если сюда зайти. Если кому-то интересно, какие фрукты в начале октября в Греции продаются. Вот все, что здесь есть. Манго можно купить. Вот эти штучки, не знаю, как они называются. Гранат очищенный. Ананас тоже уже очищенный. Яблоки. Апельсин и виноград. Сок свежевыжатый. Сколько он тут стоит? Евро 45. Самое интересное, смотрите, как бананы продаются. На большой ветке. И вот так, прямо отсюда вы снимаете и взвешиваете. И овощи какие есть. Картошка, лук. Огурцы, помидоры. Тыква, авокадо. Лимон. А это что такое? Что это такое? Харяк. Не знаю, что это такое. О, смотрите, ценник. Может кто поймет, что это, потом переведем. Помидоры, капуста. Чтобы сделать салат, все необходимое есть. Палочки очень вкусные для перекуса. Возле бассейна посидеть, перекусить. На Кипре тоже мы такие любили покупать. Девочки, для вас полки с бытовой химией, шампунями, косметикой. В принципе, можно все здесь на месте купить, чтобы с собой не возить. Есть поменьше цена, есть цена повыше. Разные фирмы. Всем привет! Сегодня второй день нашего отдыха. Погода не пляжная, поэтому мы взяли в аренду машину и решили немного прокатиться по острову. Я техники с собой набрала. В погоне за красивыми фото и видео. Надеюсь, что-нибудь заснимем, сфотографируем. А вот и наша помощница на сегодня. Та-дам! Мини Купер Кабриолет. Давно мечтала прокатиться на Миннике. Сидим и разбираемся, где, что и как. Все такое непривычное. Маршрут еще составляем. Сегодня мы с вами путешествуем по Криту и направляемся в сторону города Агиос Николаус. Нам посоветовал гид туда поехать. Говорит, что там прикольные ресторанчики. Вид красивый. Много места, где можно просто погулять. Ехать туда на 100 километров. Выехали на главную трассу. Сейчас будем ехать по прямой вдоль берега. Практическое движение по скорости 110 километров в час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я неправильно вам сказала. Нам было ехать где-то 60 километров. Просто мы поставили на обратную дорогу заезд, на заправку, метку, поэтому я сказала 100 километров. Ну, мы уже приехали в Агиос Николаус, сейчас будем искать место, где припарковаться. Нашли мы парковку, наконец-то, она бесплатная, вот такая большая, сейчас будем искать место, возле вот этого памятника, если вдруг кто поедет. Мы припарковались вон там, идем сейчас в центре города гулять, фотографироваться. Пришли на главную достопримечательность, здесь мостик в самом центре. Очень много кафе, где можно перекусить морепродуктами. Мы захотели подняться наверх, внизу кафешки все заняты. Посмотрите, какое дерево красивое. Муж стоит, фотографирует. Идем вверх по этим ступенькам, чтобы дойти до кафе, оттуда открывается очень красивый вид. Мы нашли ресторан с красивым видом и место есть свободное. Здесь, наверное, здесь поменьше стоит. Смотрите, как красиво. Покажу, что мы заказали в этом ресторане. У меня сатэ из-за сменого с чесночным соусом, хлеб. А у тебя что? Буябес. Буябес. Выглядит аппетитно. На самый верх с метро и площадки отсюда вид еще красивее. Здесь, правда, не так ветрено, как в Ираклионе. И намного солнечнее. Надеюсь, вернемся, у нас такая же погода в отеле будет. Посмотрите, сколько здесь спецназ, всяких подарков. Я тоже подарков накупила, уже сувениров всяких. Мы нагулялись, уже вернулись в машину, решили поехать на пляж Баунтик. Сувениры купила по дороге. А мы сейчас поедем с открытым верхом. Сувениры купила по дороге. Поздно, но приехали мы на этот местный пляж Баунтик. Его так называют, потому что здесь очень много палю. Местные его называют райским пляжем. В теплую погоду здесь очень много народу. Вот так как мы приехали вечером, уже практически никого нет. Красиво здесь. Мы нафоткались. Фотографии, кстати, вы можете посмотреть в моем инстаграме. Вот ссылочка внизу. Мы направляемся обратно в отель, чтобы сдать машину и поужинать. На дороге где-нибудь перекушься. Мы вышли от номера. Через отель прошли. И вот сам пляж. Получается, здесь центральное место для купания, где песок. Очень хороший пляж. Аккуратный песочек, без камней. Они тут все чистят. По краям, видите, мы ограждем камнями, которые вечером подсвечиваются. И на этих камнях еще стоят кровати, чтобы загорать. Сейчас спустимся на пляж. Вот как состоять спиной пляжу. Выглядит сам отель. Это номера, получается, без бассейна и без выхода на пляж, как у нас. Но они ближе к ресторану и к центральному самому пляжу, где песочек. У нас выход на такой каменистый берег. Вот на таком шезлонге мы сейчас будем загорать. Ищем место, где меньше дует ветер. Людей, кстати, очень мало. Потому что у многих считается не сезон. Сейчас самое начало октября. А вот там ресторан, в котором подают завтрак. От нашего номера далековато, конечно. Мы остановили свой выбор вот на этом месте, поближе к ресторану. Здесь, на наш взгляд, меньше дует. А вот смотрите, какой песочек здесь мелкий, чистый. Здесь можно на уютных диванчиках сидеть. А можно взять с собой на свой шезлонг что-нибудь попить. Вон там бар вдалеке. А вот отель «Видсверх». Это фото можно увидеть у них в инстаграме. Я указала инстаграм ниже, чтобы примерно понимать, что где находится. Сейчас покажу вам ресторан, в котором на все включено, как у нас. Обедают. Ланч, точнее. И ужин. Называется «Сир». Возле бассейна находится вот с этой стороны. Внутрь ресторан нужно заходить в маски. За столиком уже без маски. Вот. Такая рецепция. Там мой муж сидит. Мы уже заказ сделали. Вечером здесь огонь зажигают. Кстати, у нас номер 165. Когда заходим, здесь у нас ключ вставляется, чтобы все работало электричество. Здесь мы чемоданы свои положили. Кстати, номер наш называется «Island Suite Waterfront is Private Pool and Beach Access». Так, ну что, начнем. Здесь в коридоре у нас стоит вот такой большой шкаф. У него очень много места. Когда его открываешь, здесь такое большое зеркало до пола. Наверху полка внутри шкафа. Здесь я уже свои вещи все развесила, чтобы ничего не помялось в чемодане. Внизу у нас сейф. Еще ниже полка для уголи находится. В другой части шкафа у нас халаты. У них тут лежат тапочки одноразовые есть. Там наверху я свои головные уборы разложила. Разложила кепка Balenciaga, Panamka Chanel, моя любимая Prada, еще черная. Здесь сумочки поставила. Здесь внизу мы нашли запасное одеяло теплое. Еще здесь много ящиков. У них можно положить, что я тут не буду открывать. У меня там купальники, блюзгальтеры. Здесь я разложила солнцезащитные очки, браслеты, чехлы для айфона. Вот, кстати, хотела показать вам очки классные. Гвардиан Лукс из Австралии. Буду делать много-много фотографий с ним. Тут еще у меня Gucci, Celine, Lespex, Aquasis, Jeepers, Peppers. Мои любимые браслеты кожаные от дизайнера Ксении Гуковой. Бежевый, желтенький. Я их показывала в Инстаграме. И, конечно же, они со мной полетели. Ссылку на страничку дизайнера я тоже оставлю в описании к видео. Здесь достаточно много этих ящиков. И можно все мелочь косметику туда разложить. Смотрите, мне понравилась эта фишка. Напротив шкафа располагается вот с такой шторкой. Сразу раковина и вход в душевую. Можно убрать эту шторку. Здесь открытое пространство. И еще, смотрите, прикол. Душевая кабинка полностью стеклянная, прозрачная. То есть ее видно из спальной. То есть если кто-то моется, у вас будет видно. Но если вам такое не нравится, можно закрыть вот так шторы. И вот так выглядит душевая кабинка. Полностью закрытая чужая класса. Можно здесь тоже ее открыть. Со всех сторон. Мы ее предпочитаем закрывать, чтобы никто не подглядывал. Но вообще, кому-то покажется, идея вполне себе такой романтичной. Заходим в ванную. У нас здесь две раковины. Два больших зеркала. По краям два светильника. Мне очень нравится, в каком стиле здесь сделан ремонт. Все такое простое. Из натурального граммара отделка. И немного аксессуаров в классическом стиле добавлено. Мы уже вещи свои здесь разложили. Все поместилось. Все очень нравится, все очень удобно. Мы здесь умываемся, зубы чистим и красимся. У каждой раковины мыльница со своим мылом. Еще вот такое увеличивающее зеркало. Здесь у нас две розетки, все выключатели. Под раковиной вот так вот сушим полотенце. Внизу под раковиной еще два пляжных полотенца. Здесь выдвижные ящички, запасная бумага, косметика от отеля. И еще в одном ящике фен нашли. Сам отель предлагает вот такой набор косметики, шампунь, гель для душа, лосьон для тела, кондиционер. И там еще шапочка и набор с нитками и иголками. И заходим с вами в ту самую прозрачную душевую кабину. Когда шторы закрыты, изнутри она вот так выглядит. Стены все из натурального брамора. Что мне очень нравится. Очень красиво. Душевая система. И сама кабинка, конечно, очень и очень просторная. Нам нравится. И здесь же, напротив душевой кабинки, у нас туалет. Тоже стену наполовину из мрамора. Все необходимое внутри есть. Светильник наверху. Еще одно зеркало. И вот такая милая, маленькая раковина. Еще одна мыльница с мылом. Туалет я вам показала. Идем дальше. Возле шкафа стоит подставочка для чемодана. Мы на нее положили чемодан. Возле нее еще техника и ноутбук. А вот здесь у нас зеркало, которое мне очень и очень нравится. В полный рост. Все в цветовой гамме. Номер и всего отеля целом сделано. Сделано возле зеркала. Смотрим. Здесь располагается изголовье кровати. Над ним два светильника. Красиво висит. Обходим изголовье. И в самом центре номера у нас находится вот такая большая и удобная кровать. Матрас этой кровати очень мягкий. На нем безумно приятно спать. Здесь сзади над кроватью находится кондиционер. Здесь с такими подушками декоративными украсили. Что нам очень понравилось, это розетки в изголовье кровати. Выключатели света. Если, допустим, вы легли уже и вам неохота идти туда и выключать. Сюда мы кладем телефоны, технику всякую. Очень удобно. Красиво. Нам этот номер очень нравится. Все устраивает. Напротив кровати у нас находится такая небольшая гостиная. Справа диванчик с журнальным столиком. И слева стол с телевизором. Музыкальным центром. Вот такой двухместный диван. И над ним висит картина, на которой изображено море. Перед диваном находится журнальный столик. На котором в качестве приветствия фруктовая тарелка, сладости и диджестив. Напротив дивана у нас стоит стол со стулом и различными принадлежностями. Здесь можно присесть и что-нибудь написать. Внутренний телефон. Во всех номерах стоит гель для рук. Лампочка. Еще вот такое зеркало. Здесь такое меню с QR-кодами. У нас All-Inclusive. Сканируете код и смотрите, что вам положено в номер. Что будет за дополнительную плату. Еще можно заказать в номеру такой плавающий поднос. С завтраком или романтическим ужином. Цены. Смотрите. И что входит. Набор чай-кофе с небольшим чайничком. Мы для него году купили в спермаркете негазированном, потому что из крана не хочу наливать. Здесь набор сахар, кофе, чай, ложки и сливки. Расписание для все включено. Завтрак с 7.30 до 10.30. А-ля карте ресторан. У нас обед с 12.30 до 2.30. И ужин, который нужно заранее резервировать. Хоть он и входит во все. Включено с 7 до 9.30. Еще в обе бар всегда открыт с 10 до 6. Свел бар также в систему All-Inclusive включен с 6 до 12. И сила пол бар с 10 до 6. Спа и тренажерный зал работают с 10 до 6. На столе есть телевизор, его можно поворачивать в разные стороны. Можно сидя на диване его смотреть или лежа на кровати. Над столом на полке расположился музыкальный центр. Можно включить радио. Мы сегодня включали музыку с айфона через блютус. Очень удобно. Можно сидеть на улице и слушать музыку. Ну и, конечно, я сейчас покажу самую главную изюминку этого номера. Когда лежишь на кровати, вам открывается вот такой вид на море. Выходим на улицу. И здесь у нас собственный бассейн. Лестница. Длина бассейна примерно на 10. Бассейн подогревается. Поэтому, когда ветрено или не погода, будем все равно очень комфортно плавать. Еще можно включить джакузи, пузырьки. Есть в бассейне. Хотя мы даже на такое не рассчитывали. Здесь такая ступенька, неблюбокая. И по ней вы идете в зону с лежаками, чтобы загорать. Вот так. Нужно разуваться и кинуть сюда. В зонтик. Вот так. С видом на море вы бежите и загораете. Если стоять спиной к бассейну, у нас здесь есть столик, два стула. Так как у нас двое на столе пепельницы. Фисташки это мы купили. От отсюда так видно номер. Давайте я разуюсь и пройдем с вами вот туда. Я покажу вам собственный выход на пляж. Вот получается лесница, с которой я спустилась. Здесь у нас два лежака, зонтик, столик, на который можно что-нибудь поставить. И дальше идет лесница, которая ведет вас прямо к пляжу. Пляж. И дальше идет. И дальше идет. Пляж. И дальше идет. Пляж. 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 Субтитры сделал DimaTorzok